Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли народный артист Советского Союза, прославленный дирижер Геннадий Николаевич Рождественский. Добрый вечер, Геннадий Николаевич! Не часто в России звучат оперы на английском языке. В Камерном музыкальном театре, носящем имя Бориса Покровского, на сцене поют на языке родном для замечательного английского композитора 20-го столетия Бенджамина Бриттона. И я так думаю, что если бы не ваше горячее желание, то долго бы мы еще не слышали эту самую английскую речь в центре Москвы. Ни разу, насколько я понимаю, в Москве эта опера не ставилась. Почему так долго ждали? Как вам сказать? Дело в том, что в свое время, я имею в виду при советской власти, были достаточно веские причины для того, чтобы она не шла. Первая причина – это религиозный сюжет. Евангельская притча. Евангельская притча, Евангелие от Луки. Не от Лукавого. Не дай Бог. От Луки. Вторая причина – это формалист. А то, что он формалист, это совершенно ясно. Это уже клеймо. Это оно, это уже отмыть не мысль. Третья причина – это в то же время, мало того, что формалист, но еще агент британского империализма. Значит, три таких карты делали эти исполнения совершенно немыслимыми. Причем я не только вспоминаю какие-то досужие вымыслы, к сожалению, это все были факты. Я имел счастье, когда я работал в Большом театре, и он им руководил, вместе с Борисом Александровичем Покровским, поставить в Большом театре оперу «Бриттеносон в летнюю ночь». И все, казалось бы, было хорошо, пока кто-то не просигнализировал о вредоносности самой идеи бывшему министру или министерше культуры, министерше культуры, товарищу Хурцеву. Да, она товарищ, конечно. Она многим была товарищ, многим враг. Да, госпожа, это я погорячился, она меня за это уволила. И она меня вызвала, вызвала. Тогда ведь не приглашали, а вызывали. Она меня вызвала, очень была сурова. Садитесь, говорит, Геннадий Иванович, занимайте вот это кресло. Так прямо по батюшке вас не перепутал. Ни в коем случае. И я, естественно, не возражал. Я так прикинул мысль. Ну, думаю, хорошо, что разве плохое отчество? Ну, пусть так бы, жалко, что. Я сел, чем тому я обязан. Что это у вас там происходит в Большом театре? А что вы имеете в виду? Вы там оперу какого-то Бриттона поставили. Она так косила голоском на бумажку, потому что фамилия-то, в общем, труднозапоминаемая. Какого-то Бриттона оперу поставили. И этого вам еще показалось мало. Вы открыли выставку в театре, посвященную ему в хоровом зале. Так вот, выставку размонтировать, оперу больше не играть. Вы свободны. Я обрадовался последним словом, поскольку я после таких обвинений мог перестать пользоваться свободой. А тут вдруг почувствовали себя на редкость свободным. Тут на редкость свободен. Я ушел, поразмыслил. Думаю, ведь это же устное заявление. Приказа нет. Я подожду приказ. О снятии спектакля и до монтаже, выставке. И все это продолжалось. И она уже больше к этому вопросу не возвращалась никогда. Как важно быть тактиком. В том-то и дело. Я сразу сообразил тогда, что все это делалось для отчета. Ну вот те времена давно прошли. Слава тебе, Господи. Сейчас это в виде исторических анекдотов существует. Но тема-то, которые Бриттеном подняты, и слово «притча» – это вечное слово. Эти темы, они живут. И они болезненные. Это темы духовной болезни мира испокон века. Темы равнодушия, черствости, темы нежелания замечать, как плохо другому. Ну и тут вы сейчас сами продолжите. Ну и в конце концов тема себе прощения. В конце концов. Самая главная тема. Пусть даже в рамках семейственности. Это самая главная тема. Да, это самая главная. И сегодня это стало все, слава Богу, возможным. Плюс ко всему, если говорить об этой постановке, вот я захватил с собой программку. Да, этот калаш я видел. Видели, он, по-моему, симпатично сделал. Можно я возьму из ваших рук? Но долго вы шли к этой премьере, а если принять во внимание историю Евангелия от Луки, как мы с вами знаем, и историю Рембрандта, то очень долго. Очень долго, но в то же время я не могу не сказать, что именно картина Рембрандта, находящаяся в Эрмитаже, послужила каким-то важным толчком, важным стимулом для Бриттона начать сочинение оперы. Но миф такой существует. Миф такой существует. Гуляет вместе с пирсом, певцом. Да, совершенно верно. Господин Бенджамин. Да. Вдруг, как будто не зная существование этой картины, видит ее, и она его так поражает в зале голландцев Эрмитажа, что вот буквально тут же, возвращаясь в гостиницу, он начинает строчить партитуру. Понимаете? Я допускаю это. Я допускаю. Безусловно, он знал картину Рембрандта, но вот так встать лицом к лицу с этим шедевром, это, конечно, не могло не произвести на него громадного впечатления. Громадного. И плюс ко всему, эта опера, она является третью триптиха церковных притч. Три оперы. «Блудный сын», «Река Кроношнопов». Давайте еще раз, это очень важно, потому что не все это знают. Значит, «Блудный сын» венчает, это третий, это последний, да, по мере создания. А предваряло это «Река Кроношнопов», которая написана под воздействием японского театра «Но», которую он видел в Токио. В 50-х годах. Да, совершенно верно. И «Печное» или «Печное действо» – тоже церковная притча. Эти все три оперы, весь от триптих, в общем-то, не предназначался для исполнения в театре. Все три предназначены были для исполнения в церкви и около церкви, на свежем воздухе, так сказать. Ну, в виде определенного крестного хода, скажем. Ну, вот это было в Петербурге летом, в католической церкви Святой Екатерины. То есть вот то, как задумал композитор. А вы пошли в музыкальном, художественном смысле дальше. Я не знаю, дальше это или ближе, или ширше. Но я не считал это плохим намерением, что ли. Я не считал. Мне казалось, что и в таком виде, скажем, мне приходило в голову, я вспоминал постановку «Страстей по Матфею», Баха в Миланском соборе, осуществленной Юрием Петровичем Любимовым. Там это было решено еще гораздо смелее. И была совершенно феноменальная находка к потолку. Там высота огромная. К потолку был прикреплен крест, сделанный изо льда. Огромный крест, сделанный изо льда. Он таял, народу было очень много, и слезы Христа. Это была находка совершенно феноменальная Юрия Петровича. Вспомнив об этом, я подумал, и вместе с Михаилом Степановичем Кисляровым, главным режиссером театра «Покровская», мы пришли к выводу, что греха здесь не будет, если мы сделаем это в театре. Но искушение без него никак, потому что у Бриттона есть искуситель. Которого он ввел в притчу. Да. В притче искусителей нет. В Евангелии этого нет, то есть в Новом Завете этого нет. Нет. Это усилен соблазн. И для театра это очень хорошо, это очень важно. Это наглядно. Я должен сказать, что с точки зрения языка, артисты справились с этим совершенно блестяще. Я не поверил, когда я приехал репетировать, это все было подготовлено блестяще, что они не англичане. Ну, хорошо, предположим, не Кокни, но все-таки лондонцы. Поразительно. Им это было легко. И совершенно не важно, что смысл доходил до публики, не доходил до публики через текст. Смысл доходил через игру, через эмоциональный посыл и интонацию музыки, которая, с моей точки зрения, без английского языка проиграла бы во много раз. Хотя в других постановках театра мы как раз ратовали за русский текст. Это понятно. Здесь пользовались экраном, на котором время от времени появлялись такие направляющие мотивы. Что происходит и что будет происходить. Хочу 10-12 раз за время полуторачасового спектакля. Остальное доигрывалось и допивалось. И мне думается, что смысл, главный смысл, музыкальный смысл оперы благодаря этому только выиграл. Вы знали Бриттона, вы с ним общались? Да, я, к счастью, его знал. Но разговора тогда, я подозреваю, что это были 60-е годы, не было о блудном сыне. Не было. Нет. Я знаю, что после моей последней с ним встречи, незадолго до смерти, он оставил в своем архиве маленький листочек бумаги, где был перечень нескольких его сочинений оперных и балет «Принц Пагодка», над которым он работал много, с обозначением моей фамилии. По-видимому, он предполагал, что я где-то это сделал. Для меня это было очень важно. Хотя это вот только вторая его опера, которую я имел смелость, за которую взяться. А то, что есть взаимное посвящение. «Блудный сын» посвящен Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Шостакович посвятил 14-ю симфонию Денджамину Бриттону. Для вас это какую роль играет? Огромную. Огромную. Во-первых, это очень редка такая дружба, лишенная всяческой зависти. Да, это как вы здорово сказали. Крайне редкое время. Два композитора я не думаю. Я не могу найти другой аналогии. А это было именно так. Правда, с этим связан до сих пор такой детективный момент, детективный сюжет. Я как-то был в Лондоне уже после его смерти. И я пошел на аукцион в Сотебе, взял каталог, и я там увидел рукпись Медмитриевича, партитурные листы целой части из 14-й симфонии о Дельвик-Дельвик. Та часть, которая поется на русском языке. Стала размышлять на эту тему совершенно очевидно, что ни для кого другого Дмитрий Деммитриевич, кроме как для Бриттона, переписывать целую часть симфонии... Не стал бы, конечно. Не стал бы. У него не было для этого времени. И эта партитура была с кем-то послана Бриттону в Лондон. Спрашивается, мог ли Бриттон продать или хотеть продать такую религию через аукцион в Сотебе? Нет. Конечно. Значит, детектив. тот, кто вез, или так, кто везла? Не довезла или не довез. Да! Раз уж мы говорим о блудном сыне и о всепрощении, вот сразу возникают моменты, при которых все прощения, но хочется как-то так за скобки вынести. В таком случае, наверное, да. Это подлость. Очень отвратительный мотив. Это подлость. Да. Я еще раз с трепетом показываю вот эту вот программку. Спасибо за то, что в русском оперном театре теперь звучит эта музыка, и звучит она в Московском музыкальном камерном театре имени Покровского с вашей легкой дирижерской руки. Спасибо большое с премьерой. Спасибо. Что это все? Да, Геннадий Николаевич, я прощаюсь. А жаль. Геннадий Николаевич Рождественский сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Спасибо. Спасибо.